Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее, веселейшее утро из города Тиев. Все, сегодня у нас урок из города Тиев. И продолжаем изучать Тору. Продолжаем изучать Тору. Это мне напоминает, был фильм такой про Робинзона Круза, когда-то в детстве видел, кинокомедия французская. Как он оказался на острове, француз один, современная версия. И он сидел на необитаемом острове, и он себе сделал как будто бы театр. И он приходил, садился и как будто бы разговаривал с соседом, говорил, какой спектакль показывают. И отвечал за соседа, море. Говорит, опять море. И он сидел, смотрел на море, потому что не было у него другого спектакля. И у нас нет, в принципе, человек должен чем-то заниматься, занимать свою голову он должен постоянно. И, к сожалению, сейчас есть много каналов для занятия головы. То есть, Инстаграм, Ютуб, каких-то куча всяких сайтов. И люди, телевизор был до последнего времени основным источником занятия головы. И люди впускали в себе вот эту вот волну информации в голову. И сидели как под наркотиком, вот под этой информационной волной, которую им заливали специально обученные люди. Есть люди, у которых в профессиях заливают информационные волны в голову по заказу продавцов, продавцов или по заказу власти. То есть, вся СМИ, средства массовой информации, они работают из двух источников финансирования. Вот это надо понимать. Или их финансируют власти, или их финансируют продавцы товаров. То есть, других вариантов нет. Поэтому весь информационный поток оплачивается теми, кто платит деньги. А кто, как известно, девушку танцует, тот ее и ужинает. Да, есть такое выражение. Поэтому. А Тора, она неизменна. Тора, она неизменна. Вот поэтому мы переключаемся, используя, конечно, Фейсбук, который нам дал возможность давать свою информацию. Но, опять же, Фейсбук очень четко выбирает под рекламодателя, какую информацию показывать. Тоже там все деньги. Хорошо, друзья. Значит, первая идея Любавческого Рэба, которая сегодня еще перед тем, как мы начнем изучать пятикнижие. Значит, идея такая. Он пишет, эта книга «Обретение неба на земле». Что для того, чье я заключено в его теле, смерть тела означает смерть его я. Очень понятная мысль. Человек, который думает, что я – это мое тело, для него главная задача его жизни – это удовлетворять потребности своего тела. И умерло тело – все, его жизнь закончилась. Или даже тело, когда становится слабым, обычно такие люди заканчивают жизнь самоубийством, потому что их жизнь закончилась. То есть некоторые, потеряв свою красоту, впадают в депрессию. Некоторые, потеряв какую-то часть тела, впадают в депрессию. А некоторые люди для цадика, цадик – это праведник, тот, кто живет по законам Всевышнего. Он, его я в его любви, в его вере, в его, значит, молитвах и так далее. И смерть тела – это, наоборот, переход из заточения, как бы переход из тюрьмы в следующий уровень, более высокий. И он продолжает, даже после смерти тела, действовать в этом мире. Его слова, его молитвы, его помогают людям и так далее. То есть для цадика, для него смерть тела не является смертью. Хорошо. Теперь дальше. Дальше, сегодня как раз, почему он дал такое предисловие «Любая честная раба»? Потому что сегодня мы учим как раз вот этот момент, когда Яаков, он же Исраэль, который получил от Всевышнего имя Исраэль, он уже приблизился к смерти. И когда он уже приблизился к смерти, он позвал Юсефа, к нему приехал Юсеф и два его сына, которые родились в Египте, Ефраем и Минаше. Хотя они родились в другом порядке, Минаше, а потом и Ефраем. Но вот тут как раз вот этот момент очень такой, опять же, загадочный. Значит, Минаше старший сын, Ефраем младший сын. И вот они приезжают, написано «Вейне Исраэль кавду, мизокен». Значит, глаза Исраэля, они стали тяжелыми, оттяжелели от старости. Да, он уже был старый, ему было, как известно, 147 лет. Лохалерот, не мог он уже видеть. «Ваягашу там и лав, и Иосиф подвел сыновей к нему, и он их поцеловал и обнял их». Очень показательный момент, что Исраэль, да, это человек, который был на самом высоком духовном уровне, который был как ангел, близок, он воевал с ангелом и победил, да, то есть он был на невероятно высоком уровне. Как он общался со своими внуками, он их обнял, поцеловал, то есть добро, любовь, вот эти вот объятия, это все присутствовало, несмотря на то, что он был самый высочайший духовный праведник, но он при этом был очень теплый и добрый и нежный человек. Значит, «И сказал Иосиф, Вайомр Исраэль Эль-Юсеф, сказал Исраэль Иосифу». Его накрывало волнами, он переходил из состояния Исраэля, это очень высокое состояние, Яаков материальное, это как человек. У каждого из нас есть тоже состояние разной степени духовности. Иногда бывает тебя поднимают на такую духовность, а потом бывает и прямо в такую яму, да, здрасте, Раиса Васильевна, то есть каждый человек, у него такие скорбания духовного уровня. И вот, и сказал Исраэль, он в этот момент был на высоком духовном уровне, Юсефу, он сказал такую мудрость, которую потом повторил царь Соломон в Экклезиасте, и которую, если вот ее сейчас запомнить, она всю жизнь может изменить человеку. Он говорит, «Ро пане халопи лальте», он говорит, «Увидит твое лицо, я не помышлял», он говорит, «Я вообще не надеялся увидеть твое лицо, 22 года я думал, что ты погиб». Он говорит, «Я 22 года увидеть твое лицо не надеялся. Веины ирау тилу им гамы дзареха». А вот ведь показал мне всесильный даже твое потомство. Как это выразил царь Соломон? Царь Соломон сказал, что не знает человек, что с ним будет, а если скажет, что знает, так спроси его, что у него за спиной, ему нужна будет твоя помощь. То есть тот, кто пытается сказать, что он знает, что будет в будущем, он говорит, «Не верьте, никто не знает. Даже Яков, даже Исраэль, про отец Яков, который был высочайшего духовного уровня, он не надеялся больше увидеть Юсефа, а увидел его внука, и увидел его премьер-министром в Египте». То есть такие в жизни могут быть изменения, такие могут быть события, что мы постоянно, вот все еврейские праздники, именно воспоминания об этом. И мне кажется, что в этом есть огромный такой психологический секрет еврейского народа. Это вот эта большая надежда и вера в чудеса. Вера, подтвержденная реальностью, это истина. То есть ты видишь, что жизнь непредсказуемая, ты видишь, что в жизни может быть все, что угодно. И вот тут момент, который мы знаем, что Яков немного, его Тора как бы нам показывает и комментарии говорят, что его негативные ожидания от будущего послужили причиной, что он прожил на 33 года меньше, чем его папа, например. Потому что он говорил, «Плохие, тяжелые годы моей жизни». То есть он видел жизнь свою с негативной немного стороны. И здесь мы тоже видим этот момент, что он говорит, «Я не надеялся увидеть тебя». А может, если бы он надеялся, ему бы, у него был бы божественный дух. Может быть, он бы увидел, что Иосиф жив. У него его оставил божественный дух, потому что он был вот в таком вот угнетенном депрессивном состоянии. Но по факту слова письменной Торы, он говорит перед смертью, в минуту высочайшего духовного просветления, он говорит, «Смотри, говорит, твое лицо не надеялся я увидеть, а вот вижу твоих двух сыновей». Он говорит, «Это что? Посмотрите, какой этот прекрасный мир». И вытащил Иосиф их от него чуть-чуть взял. Он был очень пожилой, уже не видел. Взял их сыновей. Поставил он Иосифа младшего сына с правой руки от себя, а Минаше старшего сына поставил с левой руки от себя. И, значит, подступили они снова к Якову, чтобы Яков благословил. То есть Иосиф рассчитывал. Он подходит лицом к лицу к папе. Значит, справа у него стоит младший сын, слева стоит старший сын, чтобы папа положил правую руку на старшего сына, левую руку на младшего и благословил их. Правильно? Все четненько. Ваишлаг Исраэля Тьямино. И взял Исраэль, послал правую руку и положил на голову Ифраема младшего сына. И взял он младшего. А левую руку положил на голову Минаше старшего. Он перекрестил вот так руки. Хотя знал, что Минаше бхор. Знал он, что Минаше первенец. Положил он вот так руки. Значит, И благословил он Иосифа. И сказал, Элоим всесильный, Всесильный, что ходили мои отцы перед ним, Ицхак и Авраам, это были те, кто соединились со Всевышним. Авраам Ицхак, Всесильный, который пас меня. Это слово очень часто употребляется в отношении Всевышнего и человека. Всевышний как пастух, который пасет. И вот он говорит, Всевышний, который пас меня от тогда, от начала и до сегодняшнего дня. Ангел, специальный ангел, который спасал меня от всего зла, Иварех это Нара, Анаарим, он благословит подростков. Да? То есть он благословит подростков. Он так стоит и передает вот это благословение, что Бог, который меня всю жизнь вел, который дал мне ангела, который спасал меня от всего зла, благословит это Нарим, Ваекра, Баэмшми, и назовет на них мое имя, да, то есть мы все называемся Бней Исраэль, значит, после этого благословения, Вешем Авотай, и на них даст имя, чтобы они гордились этим именем, сыновья Авраама Ицкака и Акова, и даст на них имя мое и имя отцов Авраама Ицкака, и дает он им последнее благословение, третья часть благословения, и чтобы они размножались как рыбы в среде земли, то есть на земле, почему как рыбы, чтобы не было Айнара, чтобы не было злого глаза, рыбы там под водой размножаются, вообще живут себе потоп, не потоп, с рыбами все нормально, пусть как рыбы они будут, которые размножаются. Это сегодняшний отрывок на этом заканчивается, и много-много поколений задают евреи вопрос, и не евреи, те, кто учат Тору, задают вопрос, почему он благословил младшего перед старшим, почему он благословил младшего перед старшим, а? Значит, есть множество объяснений, то есть фактически вот Тора это истина, значит так надо было, то есть это факт. Если надо было продать Юсефа, если это тоже считается все хорошо, что привело к хорошему окончанию, и мы это учим, значит, это тоже надо было. Почему? Я не буду сейчас повторять много комментариев, у вас есть ссылочка, например, есть ссылка, чтобы вы скачали эту книжку, которая называется «Хитос», я очень советую, она на русском языке, читать все комментарии и так далее, полезно. Я могу сказать свое, лично мое мнение, просто это чисто мнение, я сам учу, и, значит, Дамир Блинедер, вот я скажу так, что Дамир вот так настойчиво, я уже не могу просто отказать, но я не специалист в этой теме, я могу сказать, я расскажу, как мое мнение, как я учил, то, что я по этому поводу могу сказать, про ЦДАКУ тоже. Я попрошу какого-то раввина, давайте так, мы просим Якова Шатадина, Яков Шатадин, который главный у нас по всем преподавателям, Яков Шатадин, директор ВАИКРы, и мы просим Якова Шатадина сделать урок по ЦДАТЕ и попросить еще несколько преподавателей сделать урок законы ЦДАТЕ, законы помощи по ТОРе, выполнения заповедей ЦДАКА. То есть есть аллахическая часть, есть то, как говорит об этом ТОР, разные мнения и так далее, а я скажу только свое мнение, я скажу, коротенько запишу урок, как я. Но я хочу сказать мое мнение по вот этому моменту, почему все-таки он благословил вначале младшего сына, Эфраима, а потом Минаша. Значит, и до сегодняшнего дня у меня это мнение было такое сомнительное, но сейчас у меня я нашел сегодня подтверждение. Смотрите. Значит, главный закон, по которому наши праотцы, не было же тогда Торы, Тора была дарована только Маше Рабену, Моисею была дарована Тора, он ее записал, это было при исходе из Египта, праотцы Авраам, Ицкак и Яков, они, говорит устная Тора, что они соблюдали Тору, но они соблюдали то, что они дошли до Торы, то, что они понимали через пророчество, откровение, но у них не было такого, что им Всевышний прямо сказал, вот это вот, вот вам Тора, нате вам письменная Тора, изучайте и выполняйте. Тора еще не была дарована, она была дарована только при исходе из Египта. Теперь, ну, они Тору соблюдали, и так как они были каждый на своем высочайшем уровне постижения, Авраам, он присонялся Всевышнему через качество хесет, милосердие, Ицкак через качество гвура, Яков через качество тиферет, великолепие он, то есть каждый прожил свою жизнь, и они получали от Всевышнего откровения, каждый по-своему, но при этом они точно знали, что откровение Авраама, это Тора, это Всевышний, Ицкака, это Тора, Якова, это Тора, у них был закон, дела отцов, знак для сыновей, то есть они все, что делали их отцы, они начинали делать, они изучали, Ицкак изучал, что делал его папа, Яков изучал, что делал его папа, и что делал Авраам, и они передавали, накапливали, Юсеф, помните, мы вчера учили, когда Яков ему сказал, поклянись мне, что ты похоронишь меня в Израиле, Юсеф говорит, эсеке двореха, сделай, как ты сказал, когда он умирал, он своим детям говорит, так, дети, когда Всевышний вас выведет, покляните, что вы меня заберете из Египта, похороните в Израиле, и когда евреский народ выходил из Египта через много лет, они взяли гроб Юсефа и забрали с собой, то есть они выполнили клятву, теперь благословлять сыновей, Авраам, у него старший сын, старший сын был кто? Ишмаэль, кого он благословил? Ицхака, младшего сына, у Ицхака старший сын был кто? Исаф, кого он благословил? Младшего сына, Якова, теперь Яков, кого благословил? У него был старший сын Ревен, он больше благословил Юсефа, младшего сына, Теперь, когда пришло время благословлять внуков, он думает, что я нарушу традицию. Как я могу нарушить традицию, если мы все поколения благословляли так? И он, значит, благословляет Эфраима-младшего как старшего, а Минаши он благословляет как младшего, меняет руки. Теперь, тогда вы можете спросить, так этот же закон и на нас действует? Вот это был у меня вопрос. Почему мы тогда так не делаем, если так дела отцов, знак для сыновей? Мы все делаем. Мы в изгнания пошли, как они пошли. Мы там соблюдаем ту же Тору, стараемся быть добрыми, как Авраам, стараемся быть справедливыми, как Ицкак, учим Тору, как Яков и так далее. Почему мы вот это не делаем? И сегодня мне пришел ответ. Так мы это делаем. Каждую пятницу на протяжении уже четырех почти тысяч лет отцы благословляют детей в пятницу и говорят, благословляют каждого по отдельности, но говорят благословение. Я семха, Элуим, к Эфраиму, к Минаше. Пусть тебя Бог благословит, как Эфраима и как Минаше. То есть мы взяли это благословение и мы тоже его передаем. Дела отцов, знак для сыновей. Как Яков благословил именно так, Эфраима и Минаше, так же мы благословляем на протяжении четырех тысяч лет, сохранив этот обычай. Но при этом Тора нам свидетельствует, что по закону первенец, он получает двойную дозу наследства, двойную порцию наследства. То есть есть уже регламентированные законы, которые есть, но мы учим всю первую книгу Торы Берешит, чтобы понять, как работает мир. То есть мы учим Тору, чтобы понять дела отцов, знак для сыновей, чтобы понять, как вести себя. Потому что если не быть человеком, то Тора не поможет. А мы видим, что такое быть человеком. Быть как Авраам, как Ицкак, как Яков, это и значит быть настоящим таким человеком-человеком, как Юсеф. В общем, мы учим вначале качество и правила поведения в этом мире, а потом уже мы учим заповеди, как выполнять волю Всевышнего в деталях. Все, всем удачи и успехов. Значит, по отцдаке Яков Шатадин, без рата Шема его, давайте попросим, чтобы он провел урок и попросил преподавателей, у нас много есть преподавателей, чтобы каждый провел урок по отцдаке. Что такое отцдака и почему это так важно, почему эта заповедь, она является одной из самых основных, самых эффективных, понятных и действующих, да, заповедь в отцдаке. Почему и как ее выполнять? Я расскажу, как я к этому вопросу подхожу, поделюсь своими лайфхаками. Ицхак это, мне один человек сказал, на английском можно прочитать, иц это, иц хак. Хак это как лайфхак, как некий способ с очень точным, коротким действием взламывать какую-то реальность. И вот я и так, действительно, я очень люблю находить самые эффективные, короткие, мощные такие вот действия, которые приводят к максимальным результатам. Все, всем удачи, успехов, чтобы Всевышний, давайте я прочту благословения, как Яков благословил своих внуков. Также я сейчас от имени Тора благословляю всех, те, кто поддерживает ВАИКРА, те, кто ходят на уроки, те, кто делятся уроками, те, кто помогают урокам, всех преподавателей. Как сказал Яков. Амалах, агуэлю тимикулера, что ангел, который спасал меня от всего зла. Иварехет, анаарим, мы все наарим, мы все в какой-то степени подростки, молодежь. Вайкраба им шми, и пусть на вас будет имя Якова, имя Истраэля. Ваишема вутай, и имя отцов. Авраама, ицхака, и Якова. Вайдгулеровы, чтобы вы размножались, как рыбы. Как рыбы, чтобы вы размножались. И среди народов земли, чтобы вы населяли всю землю. Все, удачи, успехов, и божественных благословений. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok